В преддверии Дня защитника Отечества на выставке «Моторы войны» прошел динамический показ тягача СТЗ-5, приуроченный к 85-летию со дня выпуска. На начало 1941 года в Красной Армии числилось 39 622 гусеничных тягача. Наряду с обычными тракторами, такими как С-65 и СТЗ-3, имелось и большое количество гусеничной техники специальной разработки. Эти машины на момент создания являлись передовыми образцами с оригинальными техническими решениями. Первым таким образцом стал тяжелый артиллерийский тягач «Коминтерн». Далее появился полубронированный артиллерийский тягач «Комсомолец», самый массовый в своем классе. Наконец, в декабре 1939 года на вооружение Красной Армии было принято три новых тягача «Ворошиловец», «Сталинец-С-2» и «СтЗ-5». Последний приняли на вооружение задним числом, поскольку выпуск этих быстроходных тракторов начался еще в 1937 году. У СТЗ-5, СТЗ-нати-2ТВ, созданного под руководством Слонимского, оказалась крайне интересная судьба. Помимо того, что его приняли на вооружение спустя два года, после начала выпуска, тягач как минимум один раз пытались заменить на более совершенную машину. Но принцип «лучше синиться в руках, чем журавли в небе» самым лучшим образом характеризует ситуацию с СТЗ-5. Он оказался самым массовым советским артиллерийским тягачом специальной постройки, выпускавшимся в довоенные и военные периоды. Более того, к началу 1942 года СТЗ-5 стал единственным выпускавшимся в Советском Союзе гусеничным тягачом. Все остальные заводы перешли на выпуск танков. К началу 1941 года в войсках имелся 4 121 такой трактор, и еще около 8 тысяч поставили за 1941-1942 годы. Осенью 1941 СТЗ-5 стал незаменимым шасси для систем залпового огня М-13, когда выяснилось, что грузовик ЗИС-6 обладает недостаточной проходимостью. Последние СТЗ-5 сошли с конвейера уже во время боев за Сталинград. Интересным фактом является то, что немцы не только охотно использовали трофейные трактора, но и скопировали его концепцию, создав собственный гусеничный тягач РСО. Это единственный полностью оригинальный образец, восстановленный до ходового состояния. Машина восстановлена силами мастерской Евгения Шаманского. Машина восстановлена силами мастерской Евгения Шаманского. Машина восстановлена силами мастерской Евгения Шаманского. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok